Добрый день. Наша онлайн-аудитория. Мы продолжаем проводить брифинги дистанционно, отвечая по итогам на присланные нам вопросы. И я хочу сказать, что по-прежнему международные отношения дипломатия подвергаются влиянию пандемии, переходят и осваивают новые виды коммуникации. В этой связи большая часть контактов переходит в телефонный видеоформат. Но при этом работа Министерства иностранных дел, естественно, ни на секунду не сворачивается. О том, на чем мы фокусируемся, я скажу подробно сегодня. Хотела бы начать с того, что основную часть контактов руководство Министерства перевело в формат, как я уже сказала, телефонных переговоров. На сайте Министерства иностранных дел публикуются сообщения для средств массовой информации с подробным изложением их в сути. Также происходит онлайн-общение в различных форматах, о чем мы также скажем еще дополнительно. И я хотела бы анонсировать то, что 21 апреля состоится выступление и общение министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в рамках заседания круглого стола с участниками фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Все это пройдет в формате видеоконференции, будет доступна всем пользователям и трансляция будет осуществляться на сайте Министерства иностранных дел в аккаунтах Министерства в социальных сетях. Стартуем в 11 часов утра по Москве. Дополнительную информацию мы опубликуем, можно будет брать сигнал телевизионного качества, ну и так далее, и так далее. Теперь переходим к тем вопросам, которыми занимается Министерство иностранных дел. Это, безусловно, оказание содействия по возвращению наших граждан, которые вынуждены сейчас вынуждены находиться за рубежом, не могут вернуться. И я начну, наверное, с вопроса. Он пришел от канала «Настоящее время» и, наверное, является таким обобщенным, наверное, и не только по сути вопросов, которые в нем ставятся, но и по тональности, по такой стилистике. Я его даже зачитаю. Вы часто говорите о том, как МИД помогает сейчас россиянам возвращаться из-за границы. Мы в четверг говорили с туристами в Индии, Таиланде, Саудовской Аравии. Среди них есть люди, которые не могут улететь в Москву, Петербург и в регионы. У них всех похожие ситуации. Они все покупали обратные билеты на рейсы не российских авиакомпаний, которые были бы готовы выполнить свои обязательства. Но Россия закрыла для них небо. Почему эти люди сейчас должны покупать билеты за свои деньги? Сколько они будут ждать рейсов в свои регионы? И что делать людям из республики Тува, например? Вряд ли туда целый самолет полетит. Вот я отвечу на этот вопрос и комплексно, и конкретно по тем аспектам, которые в нем упомянуты. Итак, мы продолжаем работу по оказанию содействия возвращения наших граждан из-за рубежа и оказания им поддержки на местах. Я хотела бы пояснить еще раз и детально, с учетом новых аспектов действующей на сегодня общей организационной алгоритмы реализации мероприятий по возвращению на родину российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом в связи с введением большинством иностранных государств жестких карантинно-ограничительных режимов. Он разработан и утвержден, напомню, правительством Российской Федерации с учетом как складывающейся в Москве в отдельных регионах санитарно-эпидемиологической ситуации, так и имеющихся возможностей приема пребывающих, включая помещение их на карантин или режим самоизоляции. Как вы знаете, в настоящее время осуществляются так называемые монорейсы, доставляющие россиян из рубежа по месту их постоянного проживания в России. Такие полеты организуются в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Уфу, Казань, Красноярск, Новосибирск и Хабаровск. В ближайшее время география, как мы планируем, как мы прорабатываем этот вопрос, будет расширяться. Мы отмечаем активную роль региона в готовности обеспечить взаимодействие и друг с другом, и с центром, чтобы вернуть своих жителей домой. Это, конечно, важнейший элемент на пути успешной реализации стоящей перед нами задачи. Также есть примеры и таких спаренных рейсов. Это Москва, Московская область, Питер, Питер, Москва и так далее. Это очень тоже удачный опыт. Вот сегодня ночью в Москву должен вернуться рейс из Гуа с максимальной загрузкой, как мы ожидаем, вернуться на родину свыше 400 россиян. Завтра в течение дня из Бангкока самолеты доставят наших граждан в Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Буквально час назад было объявлено о том, что вывозной борт из Катманду сделает остановку в столице Мьянгоне, чтобы забрать оттуда наших сограждан. Работа ведется, она очень сложная и она построена на учете большого количества аспектов и учете интересов граждан, которые находятся как за рубежом, так и на территории Российской Федерации. Относительно списков пассажиров и вазных рейсов, на утверждение оперативным штабом их представляет в окончательном виде Минкомсвязи России. Наше министерство теснейшим образом взаимодействует в этом вопросе. В первую очередь с учетом опыта российских загранучреждений, которые ориентируются и в специфике ситуации на местах, и знают возвращающихся просто уже буквально лично, включая все их жизненные ситуации. Решением председателя правительства Российской Федерации, господин Мишустина, послы Российской Федерации за рубежом, наделены правом включать в списки вывозных рейсов так называемые гуманитарные случаи, когда речь идет о прямой угрозе жизни и здоровью граждан. В текущих условиях Министерство иностранных дел действует в круглосуточном режиме. К указанной работе подключены все, без исключения, подразделения Министерства иностранных дел. Что касается вопроса об оплате обратных проездных документов, то сейчас действует следующее правило. Мы уже о нем говорили, решения были опубликованы, и на сайтах Росавиации, Минтранса есть соответствующие документы. Итак, граждане, повторю, имеющие на руках билеты отечественных авиаперевозчиков и не инициировавшие процедуру возврата и возмещения денежных средств, переводятся бесплатно. Идет взаиморасчет между авиакомпаниями. Те, у кого билетов нет, или они были приобретены у иностранных авиакомпаний, оплачивают билет в Россию по единому тарифу. Он также указан на сайтах Росавиации и Минтранса. Что касается конкретного вопроса относительно того, что у людей есть билеты на авиакомпании зарубежных перевозчиков, как было написано в вопросе «небо закрыла для них Россия», то еще раз возвращаемся к тому, что, во-первых, небо России не закрывало, во-вторых, действует алгоритм по приему и размещению наших граждан в регионах на земле здесь с учетом эпидемиологической обстановки. Что касается материальной помощи, по состоянию на текущий момент оформлено свыше 8 тысяч поручений на выплаты. Порядка 28 тысяч заявок находятся еще на рассмотрении. Получаем огромное количество запросов, как индивидуальных, так и групповых, на предмет уточнения судьбы заявки. Многие заполнили соответствующие анкеты достаточно давно, но до сих пор не получили выплат. В общем-то, это основной вопрос. Процесс рассмотрения не останавливается ни на минуту, он практически круглосуточно ведется. Любой отказ по итогам рассмотрения доводится до заявителя. Если этого не произошло и ваша заявка еще не рассмотрена, значит, я хочу на это обратить внимание, процедура затягивается или затянута, или остановилась нередко, потому что формы заполняются недостаточно внимательно. Самый распространенный пример, самая распространенная ошибка. В реквизитах банковской карты люди указывали вместо стандартных 16 цифр меньшее или большее количество. Причем, когда связываемся с людьми, которые ставят перед нами эти вопросы и обозначают проблемы, они сами признают, что действительно заполнили неверно. Что делать в этой ситуации? Вместе с Минкомсвязью Министерство иностранных дел прикладывает все усилия, чтобы каждый, кто имеет право на эту помощь, на поддержку, получил ее в полном объеме. Специалисты Минкомсвязи и МИД сейчас работают над этим вопросом. Но еще раз говорю, что нужно иметь в виду, если были неперно указаны реквизиты банковских карт, паспортов, это сразу делает невозможным перечисление средств, потому что анкеты проходят проверку в нескольких ведомствах, и они должны быть верифицированы. Но повторяю опять же то, что я сказала, что те анкеты, те заявления, которые были оформлены не с подлогом, не с намеренным заявлением несуществующих или неверных данных, а были заполнены неверно из-за совершенной ошибки, мы сейчас работаем с Минкомсвязью над тем, чтобы эти люди получили возможность перезаполнить анкеты. Об этом будет объявлено дополнительно. Еще одна тема, которая в последнее время стала, мягко говоря, сенсационной. Речь идет о ситуации с российскими школьниками в США. Мы сделали соответствующие заявления, получили большое количество вопросов, регулярно на них отвечаем. И ситуация на сегодняшний день. Мы продолжаем добиваться от властей США конкретики относительно российских школьников, которые оказались в этой стране по линии разного рода учебных и ознакомительных программ. Об этом уже сообщали. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, речь идет о вывозе из России детей школьного возраста без родителей и без какого-либо согласования с государственными органами нашей страны. Пока результатов не очень много. В Госдепартаменте США теперь пытаются просто откреститься от кураторства программы Secondary School Student Program. Хотя на его сайте есть прямые ссылки на нее. И 10 дней назад он сам попросил наше посольство репатрировать детей в Россию из-за начавшейся эпидемии коронавируса. И хотя Госдепартамент попросил наше посольство и отправил соответствующий документ, но списков, которые мы сразу потребовали, до сих пор не предоставлено нам. Ни имен, ни телефонов детей нет. Лишь сегодня утром нам передали список американских организаций, которые должны непосредственно заниматься этим вопросом. Накануне говорили, что таковых организаций 9, но в направленном перечне всего 7 названий. Адресов, телефонов, даже информации, в каких штатах находятся эти организации, нет. Наше посольство в Вашингтоне сейчас связывается, пытается найти контакты с этими организациями, хотя бы исходя из адресов электронной почты, и оттуда уже раскрутить информацию о том, что это за организации, и каким-то образом с ними связаться. Дополнительно нам сообщили, что в рамках упомянутой программы в США с осени находилось 74 российских ребенка. Но это нам сообщили 10 дней назад. Сегодня же, вот на сегодняшний момент, уже есть данные от американской страны, что их 80. То есть больше, чем считалось прежде. Утверждается, что из них в Штатах остаются только 29. Остальные якобы уехали домой. Нам известно официально только о шести детях, которые добрались до России. Где находятся остальные, когда они выехали, откуда они выехали. Но самое главное, прилетели ли они в Россию, неизвестно. Госдеп ответить не может. Мы этой работой сейчас занимаемся. В общем, полная неспособность, к сожалению, наших американских партнеров, я искренне говорю, к сожалению, предоставить точные данные. Возможно, это тоже связано с тем, что Госдепартамент находится на удаленке. Не исключаю. Но хотелось бы, конечно, большей работы и большей кооперабельности, учитывая, что речь идет о несовершеннолетних детях. Причем речь идет сейчас только об одной программе, которую мы распутываем и расследуем. Таковых в США создали очень много. Их большое количество. Основная была цель – прививать американские ценности, американский образ жизни популяризировать. Но вот в следующий раз, на будущее, неплохо было бы в эти программы заложить еще аспекты, связанные с безопасностью детей и досконально проработать алгоритмы на случай чрезвычайных ситуаций. Желательно, чтобы и наши школы, и, конечно, родители детей, которые соглашаются отправить их в подобные сомнительные турне, отдавали себе отчет о возможных рисках. И чтобы этот случай стал отправной точкой при принятии подобных решений. Мы исходим из того, что осуществление каких-либо проектов, сопряженных с вывозом несовершеннолетних граждан России за рубеж, без должного согласования с российскими компетентными ведомствами, недопустимо. Ведь речь идет о таких важных вещах, как обеспечение здоровья, безопасности детей. И нынешняя ситуация все это высветила, все эти проблемы. Я еще раз хочу подчеркнуть, что российские дипломаты делают все возможное для розыска школьников. При этом мы исходим из того, что это не снимает ответственность за возвращение наших детей из США с тех, кто их туда увез. По крайней мере, кооперабельность они должны проявлять стопроцентную. Другая тема, связанная с коронавирусом и международными отношениями. В рамках организации договора о коллективной безопасности с учетом динамики развития ситуации с распространением инфекции государства-члены ведут поиск эффективных механизмов преодоления возникающих вызовов. В Центре кризисного реагирования УДКБ по российской инициативе 16 апреля проведены в формате видеоконференции, вне плановой консультации руководителей военно-медицинских служб по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией. Состоялся весьма полезный для всех сторон содержательный диалог военных специалистов в области эпидемиологии, инфекционных болезней. Принимали участие и выступали специалисты по теме анестезиологии, реаниматологии с презентацией имеющихся наработок ведущих российских военно-лечебных учреждений военно-медицинской академии Кирова, главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, в том числе по тактике ведения тяжелых больных. В ходе консультации российские специалисты поделились с партнерами опытом Организации профилактических мер в вооруженных силах, взаимодействия с гражданским здравоохранением, наработками, полученными в ходе оказания помощи российскими военнослужащими в Италии и Сербии. Достигнуты договоренности о продолжении контактов в данном формате по анализу и обмену информацией об обстановке, связанной с распространением коронавирусной инфекции на пространстве ОДКБ. Государство-члены этой организации подтвердили готовность к тесному взаимодействию и взаимопомощи с целью обеспечения общей безопасности и поддержания боеспособности коллективных сил организации. Опять же, мы оказываем помощь по запросам стран и народа этих стран. Это делается открыто, транспарентно, исходя и в плотной увязке с ситуацией у нас в стране. Вот я бы хотела привести несколько примеров. Кстати, о них говорил в интервью в ходе общения с журналистами министр иностранного отдела России Сергей Лавров и говорил о том, что мы должны, наверное, в большей степени рассказывать и о той помощи, которую мы оказываем странам постсоветского пространства, о чем я сегодня также хотела бы сказать несколько слов. Так вот, Россия оказывает существенную помощь Белоруссии в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Совершенно не хочу сказать, что она достигла Белоруссии, пандемия, но помощь достигла. Мы уже предоставили Минску несколькими партиями на безвозмездной основе тест-системы для выявления коронавируса и другие материалы. В частности, госкорпорация «Росатом» передала больницам Островецкого района Грудненской области Белоруссии помощь. Как вы знаете, там мы сооружаем атомную электростанцию, и переданное оборудование, переданные материалы будут использоваться, в том числе больничным персоналом, задействованным для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности многонационального коллектива на площадке строительства АЭС. Прорабатываются и дополнительные поставки белорусской стороне, учитывая, что она запросила о такой помощи нотой 1 апреля текущего года все официально по дипломатическим каналам. Мы также помогаем Белоруссии через многосторонние механизмы. Так, в рамках ПРООН Россия перераспределяет средства своего вноса, предусмотренные на проект содействия развития Белоруссии при вступлении в ИТО, благодаря чему определенная сумма пойдет на приобретение для Минска, опять же, экспресс-тестов и других материалов. Узбекистан. В связи со сложившейся ситуацией в целях оказания содействия Узбекистану российской стороной на безвозмездной основе в адрес партнеров направлены наборы тест-систем для диагностики вируса. Они произведены структурой, которая всем теперь уже очень хорошо известна. Вектор в рамках Роспотребнадзора. Представители агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства взрывоохранения Узбекистана были приглашены в заседание Совета руководителей уполномоченных органов области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза по вопросу ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Эта встреча проходила в формате тоже видеоконференции, состоялась 27 января, 10 февраля и несколько раз еще вплоть до 30 марта текущего года. Также не только с Белоруссией, Узбекистаном, но и с целым рядом с предельным государством. Я еще буду об этом сегодня говорить, отвечая на присланные вопросы. Мы помогаем и содействуем нашим гражданам, гражданам наших стран, которые находятся за рубежом, и которым необходима помощь либо в репатриации, либо в оказании содействия на месте. И здесь мы, конечно, работаем очень плотно и по линии посольств Министерства иностранных дел, общественных организаций, поэтому работа ведется очень активно. Еще несколько тем, напрямую связанные с пандемией, мы считаем абсолютно контрпродуктивными, мягко говоря, безответственными решения Вашингтона о приостановке выплат взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения, а также попытки этой страны возложить на Всемирную организацию здравоохранения вину за происходящее у себя дома в США и выставить ее крайней в условиях разрастающейся пандемии. Обвинение Всемирной организации здравоохранения в пассивности, непрозрачности, тем более в злонамеренности, абсолютно беспочвенно. Мы уже публиковали хронологию действия Всемирной организации здравоохранения, список решений, доступные на аккаунтах Министерства иностранных дел в соцсетях. О них говорил, об этих материалах говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вы можете зайти, убедиться сами, что после получения первичных данных организация в публичном пространстве начала действовать очень активно, заявляя о всех тех шагах, которые предпринимает. Организация на всех этапах развития пандемии действовала в рамках своего мандата в строгом соответствии с установками государственных членов и основываясь на научных данных. Но есть очень важный момент. В Вашингтоне теперь говорят о Всемирной организации здравоохранения, как бы дистанцируясь от этой структуры, как будто это не правительственная организация или как будто это некое сообщество не столько стран, сколько просто людей, действующих по своему собственному усмотрению. Американцы занимают два поста помощника генерального директора и широко представлены во всех подразделениях секретариата Всемирной организации здравоохранения, а также в экспертных комитетах, включая чрезвычайный экспертный комитет Всемирной организации здравоохранения. Он был создан в соответствии с международными медико-санитарными правилами, сформирован. Более того, и об этом опять же говорил министр иностранного дела России Сергей Лавров 14 апреля, тот факт, что Всемирная организация здравоохранения играла и продолжает играть важную координирующую роль, помогая бороться с пандемией, отражен в соответствующей консенсусной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и в итоговой декларации саммита группы 20. И в том и в другом случае США активно поддерживали этот консенсус. Мы исходим из того, что это, собственно, и есть официальная позиция государства. Безусловно, в дальнейшем потребуется провести детальный анализ и действий ВОЗ по реагированию на вирус и на его основе принимать решения о повышении эффективности работы организации. Нет пределов, еще раз хочу сказать, совершенствую. Самое главное, опыт, который сейчас проходит МИР, на сегодняшний день является беспрецедентным с точки зрения влияния на существующие реалии. Были пандемии ранее, конечно, были они глобальными, с очень сложными последствиями и иногда даже катастрофическими последствиями для человечества, конечно. Но с учетом влияния на современную жизнь человека, на его психологию, на его отношение к жизни, на социокультурную среду, вот это, наверное, впервые. Так вот, продолжая говорить и продолжая, так сказать, реагировать на решения Соединенных Штатов Америки в отношении ВОЗ, хочу сказать, что ничего не мешало делегации США, как члену исполкома Всемирной Организации Здравоохранения, инициировать принятие в феврале специальной резолюции, нацеленной на укрепление потенциала ВОЗ для того, чтобы в условиях чрезвычайных ситуаций организация была более эффективной, более эффективно реализовывала свою основную задачу по координации международной работы в области здравоохранения. Поэтому дистанцироваться сейчас от Всемирной Организации Здравоохранения, в чем-то ее обвинять и при этом забывать о собственной роли в ее деятельности, но это как-то совсем уже просто не комильфо. И, кстати, это, знаете, вот новости, которые приходят из Соединенных Штатов Америки, они поражают своей парадоксальностью. То есть в одну единицу времени могут приходить новости абсолютно противоположные с точки зрения, если мы будем рассматривать некую единую политическую линию, внешнеполитическую линию действий Вашингтона на, так сказать, международной арене. Вот с одной стороны идут нападки на Всемирную Организацию Здравоохранения, которая не настолько эффективна, как нам говорят о политике в Вашингтоне, которая не настолько прозрачна, которая виновата во многих грехах. И параллельно, вот расскажу вам о том, что происходит на других фронтах биолаборатории. Мы обратили внимание, и мы не можем не обратить внимание на усиление непосредственно американского биологического присутствия за рубежом. Причем мы бы хотели такого же внимания от Вашингтона, которое бы они сфокусировали на собственной ответственности на данном направлении. Вот в том числе речь идет о бывших советских республиках, где под предлогом борьбы с биотерроризмом в рамках осуществляемой Министерством обороны США программой «Совместное снижение угрозы» организуются биолабораторией двойного назначения. В частности, на территории Грузии, в пригороде Тбилиси, функционирует Американо-Грузинский Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Мы о нем очень много раз говорили. Данный лабораторный комплекс официально включен в состав американской военной системы глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний наряду с подобными структурами в ряде других стран. Более того, по имеющейся информации, там совсем недавно вновь побывали высокопоставленные представители Пентагона, предлагавшие грузинским властям расширить диапазон проводимых исследований. Между тем, нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях. Мы, естественно, не можем игнорировать тот факт, что инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется американцами в непосредственной близости от российских границ. И я хотела бы еще раз отметить, что эту тему мы поднимали, в том числе на брифингах, неоднократно за последние несколько лет. Вот никакого возмущения Вашингтона собственными действиями, очень опасными, которые могут ввести к непредсказуемым последствиям, мы не слышали. А уже пора. И еще одна тема, связанная с пандемией, которая сама стала пандемией, это проблематика дезинформации. Мы обратили внимание на ряд критических комментариев в адрес нашей страны, со стороны представителей международных структур, которые занимаются медиапроблематикой, в том числе высказался и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Выражается обеспокоенность принятием законодательных поправок о введении ответственности за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе эпидемиях. Я хотела бы сразу подчеркнуть. Ключевое слово здесь – заведомо ложные. Поправки касаются тех случаев, когда лицо осознает недостоверность сведений и тем не менее осуществляет их распространение под видом заслуживающей доверия информации. Преступность подобной практики в условиях мировой пандемии коронавируса очевидна, поскольку чревата самыми губительными последствиями для здоровья и благополучия людей. Первостепенная цель поправок заключается в том, чтобы воспрепятствовать распространению вируса дезинформацией и предотвратить возможные жертвы, которым он может привести. В данном контексте мы полностью солидарны и, мне кажется, идем в одном русле с позицией генерального секретаря ООН, господина Гутерриша. Он на днях объявил о запуске специальной инициативы ООН в рамках борьбы с дезинформацией и назвал ее, я имею в виду саму дезинформацию, ядом, угрожающим жизни многих людей. Собственно, такого же мнения придерживается и Гай Бергер, директор Департамента стратегии и политики сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО. Хотел бы подчеркнуть, что введение поправок следует в русле мировой юридической практики. При их разработке российскими законодателями был проанализирован и учтен опыт наших зарубежных партнеров. В ряде стран, в том числе тех стран, откуда сейчас почему-то раздается критика, уже действуют жесткие нормы регулирования информационного пространства, которые нацелены на противодействие фейковым вредоносным сообщениям. Франция. За их распространение предусмотрен штраф до 75 тысяч евро и уголовное наказание в виде тюремного заключения. В Италии для противодействия дезинформации в 2018 году был создан специализированный государственный интернет-портал, через который подразделения местной полиции по борьбе с киберпреступлениями отслеживают сообщения граждан о нежелательной информации. Введение дополнительного регулирования онлайн-контента в борьбе с дезинформацией рассматривается также в Еврокомиссии и парламенте Британии. Тюремные сроки за распространение ложных новостей предусмотрены в Малайзии, Таиланде, с недавнего времени Пуэрто-Рико, Кения, Вьетнам, Камбоджа. Там за фейки грозят тоже крупные штрафы. Кстати говоря, и Тайвань, Китай не исключение. Я еще раз хотела бы подчеркнуть. Принятые разницы в России поправки не ограничивают работу средств массовой информации или свободу слова. Законодательное нововведение нацелено исключительно на противодействие дезинформации, которая ставит под угрозу жизнь граждан. Неудивительно, что они встретили одобрение и поддержку со стороны гражданского общества, профессионального журналистского сообщества России. Поправки, в частности, поддержали в Общественной палладе в Союзе журналистов, где отмечают, что с момента принятия поправок в нашей стране отмечается резкое сокращение ложных сообщений о вирусе. Но при этом 15 апреля действующая под эгидой Совета Европы платформа по содействию, защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала на своей странице, это называется дословная цитата, «уведомление об угрозе» со стороны официального представителя Министерства обороны нашей страны Игоря Коношенкова в адрес журналиста итальянской газеты «Ла Стампа» в Якобине. Авторы данного уведомления, а речь идет о британской неправительственной организации, статья 19, и Бельгийской ассоциации европейских журналистов, в качестве угрозы восприняли, чтобы вы думали, «Нет, не пассаж о российском оружии, не новость относительно военных учений, которую мог бы господин Коношенков упомянуть. Ему вменяется в качестве акта агрессии использование латинской пословицы, «Кто роет яму другому, тот упадет в нее». Именно эта пословица, причем в ее первозданном виде, содержалась в комментарии Игоря Коношенкова от 2 апреля в отношении публикации «Высше упомянутой газеты по российской помощи итальянскому региону Ломбардия в борьбе с коронавирусом». Здесь можно много чего придумать, найти и вообще поговорить, провести какие-то лингвистические дебаты по осмыслению значения указанной пословицы в современном мире. Но, конечно, ничего общего с запугиванием и рядом, в общем-то, и близко нет. Другое дело, что знания, образование, это, конечно, все делает жизнь намного опаснее, потому что ты узнаешь о том, о чем ты еще не знал, ну, например, не владея латынью. Я просто хотела бы сказать о тех структурах, которые, в принципе, обвинили российского представителя, представителя Министерства обороны, в некой агрессивной риторике. Так вот, с момента создания платформы в ноябре 2014 года Россия высказала серьезные сомнения в способности этой структуры к объективности и непредвзятости. Я хотела бы напомнить, что она была сформирована из 14 западных НПО, которые зачастую получают прямое финансирование правительств соответствующих стран. Ну вот, например, мы же любим всегда с фактами отвечать на нашим партнерам. Итак, половина бюджета статьи 19, а это та самая британская НПО, которая испугалась Игоря Коношенкова. Так вот, половина бюджета этой структуры поступает от органов власти, включая внешнеполитическое ведомство Британии и Госдепартамент США. Более того, ее публикации никак не проверяются и не редактируются секретариатом Совета Европы. А, собственно говоря, именно поэтому Россия отказалась от распространения деятельности этой платформы на свою территорию. К сожалению, за эти годы мы неоднократно могли убедиться в предвзятости и несбалансированности публикуемой ею информации. Новый антироссийский выпад лишь подтвердил обоснованность нашего отказа от взаимодействия с этой платформой. Мы, конечно, сожалеем, что страницы этой структуры нашли свое пристанище на сайте Совета Европы, пользуются его эмблемой в частности. Мы надеемся, что этот пример ее антироссийской работы просто подтолкнет руководство Совета Европы к пониманию, что в нынешнем виде платформа не только не способствует реализации основной цели Страсбургской организации, а именно укреплению единства стран-членов, но и фактически просто ее дискредитируют. Что же касается содержания политизированной статьи, упомянутого итальянского журналиста, мы уже сказали по этому поводу достаточно. Напомню еще раз, что российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом оказывается по прямой просьбе премьер-министра этой страны, носит исключительно гуманитарный характер и получила высокие оценки властей и населения Ломбардии. А Игорю Кунашенку могу сказать, что, наверное, лучше использовать не латинские пословицы, а использовать хорошо знакомые нашей армии дематические выражения. И, кстати говоря, вот обратила внимание на интервью германскому изданию высокопредставителя ЕС по иностранным делам, политике безопасности, господин Борреля, мы с удовольствием читаем все, что Ксуэн Боррель пишет, это очень интересно. Он заявил в данном случае, что в условиях борьбы с пандемией ЕС не забывает о своей ответственности перед миром. В частности, он сказал, что в Брюсселе планируют переформатировать политику развития с акцентом на оказание помощи африканским странам в борьбе с коронавирусом и обеспечении таким образом европейской безопасности. Я прекрасно понимаю всю актуальность помощи Евросоюза и европейских структур Брюсселя африканскому континенту, но, может быть, имеет смысл начать с той же самой Италии, которая так просила помощь и не получила ее в кризисный для себя момент. Ведь это очень показательно, что, делая заявления глобального масштаба, за ними почему-то не видится то, что наиболее должно быть близко, собственно говоря, евроинститутам. Поэтому, мне кажется, что прежде чем, с одной стороны, брать ответственность за весь мир, прежде чем критиковать ту рукопомощь, которую Россия оказывает своим давним старинным партнером, можно было бы помогать самим, в общем-то, самим себе. И переходим уже к другим темам. Не коронавирусом, единым. Жив сегодня этот мир. 15 апреля Госдепартамент опубликовал сигнальную версию ежегодного доклада Конгрессу США по вопросам соблюдения международных договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружениями и нераспространения. В присущей американцам манере в очередной раз выдвинуты ничем не обоснованные претензии другим государствам. При этом США уходят от упоминания целого ряда наиболее серьезных реальных проблем в сфере контроля над вооружениями, включая невыполнение ими своих собственных обязательств. Так, ни слова не сказано об одностороннем выходе Вашингтона из совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Собственно, как и о том, что международное сообщество на самых разных площадках, включая Совет безопасности ООН, неоднократно, решительным образом указывал на грубейшее нарушение Соединенными Штатами Америки международных обязательств по СВПД и резолюции 22.31. Столь бесцеремонное пренебрежение международным правом это, конечно, сильнейший вызов всей глобальной системе, которая основана на центральной роли Организации Объемных Наций и обязывающих решениях ее Совета безопасности, против которых, собственно говоря, и выступают, получается, Соединенные Штаты Америки. Преднамеренно замалчивается и фактический отказ США от артификации договора о всеобъявляющем запрещении ядерных испытаний, приведение испытательного полигона в Неваде в состоянии повышенной готовности к возобновлению полноформатных испытательных взрывов ядерного оружия. При этом, для отвлечения внимания международной ответственности, США вновь вбрасывают свои инсинуации относительно якобы несоблюдения России своих обязательств в этой области. Подробные комментарии на этот счет мы неоднократно давали, в том числе и 15 апреля. Это вновь сделал заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков. И на этом, к сожалению, прискорбный послужной список действий Вашингтона по подрыву основ международной системы контроля над вооружениями и нераспространения не заканчивается. Далеко за примерами тоже ходить не надо. В последнее время их было предостаточно. Это слом договора по ПРО и ракетах средней и меньшей дальности, некорректные манипуляции с выполнением обязательств по договору о СНВ, затягивание вопроса о его продлении, продолжение неких совместных ядерных миссий с неядерными странами НАТО в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия и уже конкретные шаги по развитию ударных систем космического базирования, а также отказ от укрепления Конвенции запрещения биологического и токсинного оружия и бесконтрольное размещение по всему миру биолабораторий военного ведомства США, о чем мы сегодня говорили. Но это не все. В этот же список можно включить нежелание выполнять обязательства по ликвидации в срок по конвенции запрещения химического оружия американского арсенала химического оружия и стремление сделать организацию по запрещению химического оружия механизмом давления на неугодные Вашингтону правительства суверенных государств. Ну и как не вспомнить об отказе от ратификации адаптированного до всей и развала тем самым системы контроля над обычными вооружениями в Европе. Что я хочу сказать? Более подробный анализ указанного документа который был выпущен Госдепартамент будет нами опубликован позже. И также не могу пройти мимо заявления командующего космическими силами США господина Реймонда о якобы имевшем место 15 апреля испытании российской противоспутниковой ракеты с потенциалом прямого перехвата на низкой околоземной орбите. Судя по всему мы имеем дело с инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и наших мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Ранее такие претензии выдвигал заместитель госсекретаря США Форд. Все подобные антироссийские выпады мы комментировали. они являются ничем иным как попыткой США отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе и оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве а также добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели. Очевидным является то, что серьезная озабоченность если такие действительно имеют место через заявления подобного рода через вбросы через утечки вот эти вопросы так не решаются. Для этого необходимо задействовать имеющиеся каналы экспертного и политического диалога. Это не то, что их нужно создавать они есть нужно просто ими пользоваться. Нежелание делать и нежелание их задействовать скорее свидетельствует о недостаточной аргументированности позиции американских коллег. Имеются международно-правовые платформы где могли бы быть поставлены подобные вопросы это деликатные вопросы в том смысле что о них должны говорить эксперты. В частности нашим американским коллегам стоило бы обратиться к положениям договора по космосу 1967 года. Снятие неких озабоченностей у нас кстати говоря тоже вопросов немало но эти вопросы мы задавали давно хотим уже получить на них ответ. Так вот снятие озабоченностей включая взаимные способствовало бы и выстраиванию полноценного содержательного российско-американского диалога по широкому кругу вопросов безопасности космической деятельности об организации которого еще 16 января договорились заместители глав внешнеполитических ведомств России и США. Мы подтверждаем нашу готовность к обсуждению всей проблематики космической деятельности с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон. Намерено особое внимание уделить вопросам недискриминационного использования исследования космоса в мирных целях. В связи с этим определяющую роль приобретают продвигаемые российской стороной инициативы по предотвращению размещения оружия в космосе. Речь идет о разработке многостороннего юридически обязывающего соглашения по той проблеме, о которой мы говорили, а именно инициативы по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве на базе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применении силы, угрозы силы в отношении космических объектов, а также о глобализации политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. Мы рассчитываем на профессиональный ответственный подход США в целях укрепления международной безопасности и стратегической стабильности. Как вы знаете, 16 апреля в исполнении договоренностей, которые были достигнуты между Киевом и Донбассом в контактной группе, остался новый обмен удерживаемых лиц. Этому обмену предшествовала непростая подгадательная работа, в том числе из-за ситуации с пандемией. Первоначально планировалось, что обмен пройдет по схеме 20 на 18, однако из изменений, которые произошли в последний момент, Донецк и Луганск передали Киеву 20 человек, украинская сторона передала Донбассу 14 человек. Это уже второй обмен после нормандского саммита в Париже. Предыдущий, напомню, состоялся 29 декабря прошлого года, тогда в Донбасс вернулись 124 человека, в Киев 76. В Москве приветствуют очередной этап освобождения сторонами конфликта удерживаемых лиц. К сожалению, остальные парижские решения остаются невыполнимыми. Мы рассчитываем, что Киев проявит политическую волю к реализации всех договоренностей, прежде всего в политической сфере. Мы уверены, что решение ключевого вопроса предоставления Донбассу особого статуса на постоянной конституционной и гарантированной основе приведет к позитивным подвижкам на всех треках урегулирования внутриукраинского конфликта. Ближний Восток. Мы обратили внимание на появившиеся в ряде средств массовой информации сообщения о предполагаемых планах будущего коалиционного правительства Израиля по аннексии в ближайшие месяцы части территории западного берега реки Иордан, включая Иорданскую долину. Подобные намерения, которые, опять же, мы отфиксировали в СМИ, вызывают закономерную озабоченность неприятия палестинской стороны. Россия, как и представители других стран, выступающих за двогосударственное решение Палестино-Израильского конфликта, разделяет опасения, что реализация упомянутых планов поставит такой, надеемся, не точку, но может просто подорвать перспективу создания независимого, жизнеспособного и территориально непрерывного палестинского государства. При этом мы исходим из необходимости последовательно придерживаться общепризнанной международной правовой базы ближневосточного урегулирования, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Мы призываем израильтян, палестинцев к скорейшему возобновлению прямых переговоров, нацеленных на согласование взаимоприемлемых развязок по всем имеющимся спорным вопросам. Межафганский диалог. Мы отмечаем попытки США не допустить срыва прямого межафганского диалога. Они выражаются в участившихся в последнее время контактах с лидерами ключевых афганских общественно-политических объединений, руководством Политоофиса движения Талиба в ДОХе, военно-политическим руководством Пакистана. Цель Вашингтона вполне понятна, скорее начать межафганский переговорный процесс, что позволит приступить к полномасштабному завершению афганской военной кампании, от которой и США, и их союзники давно устали. Однако, реализовать эту цель представляется вряд ли возможно без решения вопроса с кризисом власти в Кабуле. Возник этот кризис в результате откровенного провала прошлогодних президентских выборов в Афганистане. Действующее афганское руководство к тому же откровенно тормозит выполнение ключевого условия начала межафганского диалога, а именно обмена пленными с талибами. Мы не можем не отметить в этой связи, что к нынешнему обострению политического противостояния в Кабуле приложили руку сами американцы, они фактически признали победу одного из политиков на президентских выборах. А это противоречит существующим договоренностям в рамках международного формата тройки плюс по Афганистану с участием России, США, Китая, Пакистана направленным на содействие созданию широкой инклюзивной основы нового правительства в Афганистане. Российская сторона призывает к скоординированным действиям ключевых международных игроков по содействию выходу из сложившегося тупика, нахождению политических решений в интересах всего афганского народа, подлинного мира на афганской земле и стабильности в регионе. 24 апреля в Нью-Йорке в формате видеоконференции состоится ежегодная встреча межучрежденческой целевой группы ООН по Чернобылю. Она будет приурочена к очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Актуальность этой работы еще раз показал пожар в зоне отчуждения вокруг станции. У меня пришли вопросы, я на них сегодня отвечу по этой проблематике еще дополнительно. Мы высоко оцениваем деятельности упомянутой структуры. Она была учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45 дробь 190 в 1990 году для укрепления взаимодействия между структурами системы ООН в деле уменьшения и преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 2004 года функции координатора работы группы возложены на администратора ПРООН. В ее работе участвуют еще более 12 международных организаций. Они вносят весомый вклад в минимизацию последствий Чернобыльской катастрофы, реабилитацию затронутых территорий и пострадавшего населения. ПРООН осуществляет проекты в области развития устойчивой энергетики, поддержки бизнеса, защиты интересов наиболее уязвимых групп населения. МАГАТЭ оказывает содействие в утилизации ядерных отходов. ЮНИСЕФ следит за физическим, психологическим здоровьем детей, молодежи, а также разрабатывает учебные программы в области безопасности жизнедеятельности, осуществляет мониторинг ситуации в сфере здорового и сбалансированного питания. Многострадальная Всемирная Организация Здравоохранения отвечает за оказание медицинской помощи чернобыльцам и ликвидаторам аварии. По данным ООН, благодаря координируемым межучрежденческой целевой группе усилия, реализовано порядка 4 тысяч проектов технического содействия, которые затронули 7 миллионов человек. В пострадавшие регионы привлечено порядка 18 миллиардов долларов инвестиций. Во встрече примут участие представители Белоруссии, России, Украины, как наиболее пострадавших стран, а также основных государств доноров этой группы. Стороны оценят прогресс, который был достигнут в течение 19-го, начала 20-го года, наметят основные направления дальнейшей деятельности. Российские приоритеты в международном сотрудничестве на чернобыльском направлении заключаются в следующем. Это совершенствование системы радиационной безопасности населения, развитие устойчивого сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения, создание условий по возврату загрязненных территорий к нормальной жизнедеятельности. Страны чернобыльской тройки являются координаторами взаимодействия на чернобыльском направлении пострадавших в результате аварии государств на площадке Организации Объемных наций и играют ключевую роль в определении дальнейших направлений работы группы. Мы готовы к сохранению трехстороннего формата взаимодействия уже упомянутой страны Россия, Беларусь, Украина по чернобыльскому досье, в том числе открыты контакты с Киевом. Однако это возможно только в том случае, если взаимодействие будет по-прежнему носить неполитизированный характер и ориентированно оно должно быть на практическое решение реальных проблем пострадавших в результате аварии людей. Еще одна тема. Мы обратили внимание на слова пославших США в Москве господина Сальвана. 13 апреля он критически высказался в отношении суда над гражданином четырех западных стран гражданина один. Он имеет паспорта таких я бы сказала целой группы западных стран. Речь идет о поле Уиллани. Он напомню въехал на территорию России по американскому паспорту с туристической визой 29 декабря 2018 года был задержан в Москве с поличным при осуществлении шпионской деятельности. Дело обвиняемого в настоящее время рассматривается Московским городским судом. К сожалению он сам на полгода затянул ознакомление с судебными материалами. Читал он их не спеша с сентября прошлого года по март нынешнего. Теперь в ходе процесса который стартовал 30 марта вносит существенные коррективы эпидемия коронавирусной инфекции. Она распространилась как мы все знаем по всему миру не только на полу Уиллана. Из-за введенных в Москве карантинных ограничений заседания приходится переносить на более поздний срок. Как нам сообщаются наши соответствующие комитетные органы. Тем не менее судопроизводство ведется в строгом соответствии с российским законом соблюдения всех требуемых процессальных норм. Одновременно мы уже сообщали об этом. Уиллан получает необходимую квалифицированную лечебную помощь как от врачей следственного изолятора, где он содержится, так и от специалистов других московских медицинских учреждений. Я хотела бы напомнить, что ранее по просьбе обвиняемого в одной из городских больниц для него было организовано обследование и назначено медикаментозное лечение имеющегося неопасного заболевания. Хотя, на мой взгляд, все заболевания опасны, но врачи квалифицируют это так. Ему даже предлагали провести хирургическую операцию, небольшую, которая ему с точки зрения медиков была бы полезна, но он сам от этого отказался. Я хочу напомнить о том, что эти все заявления американской стороны мы будем сопровождать фактами. И чем больше будет заявлений относительно господина Уиллана, тем больше фактов мы будем предоставлять. Я одновременно буду всегда следить за тем, чтобы каждое заявление американского посольства в Москве, Госдепа, по теме и Уиллана, и другим аналогичным темам сопровождалось нашим напоминанием о том, в каких по-настоящему нечеловеческих условиях содержатся российские граждане в американских тюрьмах, которые не получают вообще в принципе ничего. Не то, что предложение об операции и лечение или обследование в местных нетюремных клиниках, они месяцами не могут добиться посещения врачей, при том, что у них повышается температура и обостряются очень серьезные заболевания. И также еще одно заявление, но это уже Европейская внешнеполитическая служба 9 апреля сделала в этом заявлении содержится призыв к российским властям освободить Юрия Дмитриева и амнистировать иных заключенных в связи с пандемией коронавируса. Я оставлю за скобками тот факт, что ЕСовская сторона в очередной раз грубо вмешивается в компетенцию российских судебных инстанций. Также не буду углубляться в то, что ни слова не сказано по сути и о сути предъявленных Дмитриеву обвинения, а речь идет о насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетнего лица. Об избирательности внимания наших партнеров к отдельным сюжетам нам хорошо известно. Проражает другое. В условиях глобального эпидемиологического кризиса, когда всем очевидна необходимость проявления международной солидарности и отказа от политизированных подходов, еврочиновники считают допустимым эту тему наоборот заострять и политизировать ее дополнительно. Такие норовоучения в адрес России касательно того, как следует обеспечивать работу пенитенциарной системы в условиях пандемии выглядят особенно неуместно на фоне ситуации в этот же самый момент в самой Европе. Во многих странах членов ЕС крайне остро стоит проблема перенаселенности тюрем и попытки разгрузить их за счет амнистии предпринимаются в единичном плане. В этом смысле мы исходим из того, что каждое государство должно заниматься этой проблемой самостоятельно. Если государству потребуется помощь, оно должно об этом сказать. Но в любом случае лезть с советами к другим странам, когда у самих ситуация крайне неблагополучная, мы считаем неуместным. не в одной из ЕСовских стран амнистии и иные послабления не распространяются на лиц, совершивших тяжкие преступления, к которым относятся и преступления, которые вменяются этому самому Юрию Дмитриеву. Если же наши партнеры всерьез обеспокоены вопросами содержания заключенных в третьих странах, то предлагаем им перенаправить свою энергию в более конструктивное русло, в частности, озаботиться положением российских граждан, которые в свое время, о чем я уже говорила, зачастую по надуманным основаниям были экстрадированы из европейских стран, из стран ЕС в США. Вы, в общем-то, несете за них ответственность. Вы их выдали Соединенным Штатам Америки. Так уточните, как они там содержатся. А если у вас нет материалов, мы вам их предоставим. Я повторю, они содержатся в американских тюрьмах в ужасающих условиях. Многие из них имеют серьезные проблемы со здоровьем, причем на протяжении многих лет, нуждаются в медицинской помощи, которой им в принципе не оказывается. Мы постоянно призываем американские власти серьезно отнестись к этой проблеме, но также считаем, что дополнительные призывы со стороны ЕС по этому поводу были бы более чем уместными в адрес США. Европейская внешнеполитическая служба отметилась очередным критическим комментарием в адрес России. На этот раз в качестве повода было избрано начало весеннего призыва в Крыму и Севастополе. Сложно сказать, почему эта тема привлекла внимание. Европейская внешнеполитическая служба очень может быть нашим европейским коллегам, ЕСовским коллегам, которые остались на дежурстве в соответствующих подразделениях ДИП-службы ЕС в этот непростой период. Может быть, у них работы больше нет, не знаю. Но, конечно, это очень странно, что, в принципе, на это обратили в этом году внимание. Я напомню, что правовой основой воинской обязанности военной службы в нашей стране является Конституция Российской Федерации. И незнание этой специфики нашими партнерами, конечно, простительно. Евросоюз, как известно, до сих пор не обзавелся Конституцией. Ее проект был, напомню, отвергнут избирателями на референдумах в Нидерландах и Франции в 2005 году. Так вот, раз, так сказать, есть в данном случае лакуны, пробелы, я напомню, что статья 59 основного закона нашей страны гласит, защита отечества является долгом и обязанностью гражданин Российской Федерации. Жители Крыма и Севастополя, подавляющее большинство которых еще в 2014 году добровольно получили российское гражданство, несут военную службу наравне с представителями других регионов нашей Родины. А 2 апреля береговой охраной Норвегии в так называемой рыбоохранной зоне Шпицбергена был задержан российский рыболовный траулер Борей. МИД России направил посольство Норвегии в Москве, но то в ней заявлено, что подобные действия норвежских классей вызывают серьезную озабоченность. Наша позиция о непризнании так называемой рыбоохранной зоны вокруг Шпицбергена неоднократно доводилась до сведений норвежской стороны и мы об этом и публично говорили. Полагаем, что практика задержания норвежской береговой охраны иностранных судов в так называемой рыбоохранной зоне находится в русле политики Норвегии на неправомерное расширение своих прав в районе архипелага вопреки положению договора о Шпицбергене 1920 года. В год столетнего юбилея этого документа мы призываем Осло неукоснительно следовать духу букве договора в основу которого положена идея международного сотрудничества и взаимного уважения прав и законных интересов государств участников договора. В норвежской стороне хорошо известна наша готовность применять национальные полномочия в отношении российских рыболовных судов в случае поступления от норвежских компетентных властей информации о допущенных нарушениях. Мы ожидаем от Осло конструктивного подхода и тесного безусловно взаимодействия в целях урегулирования подобных инцидентов в том числе в рамках смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. И еще один анонс 19 апреля исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Гватемалой. История двустороннего сотрудничества насчитывает немало ярких страниц пронизана духом взаимного уважения симпатии и обычно как вы знаете в связи с такими знаковыми датами министерство реализует ряд крупных выставочных мероприятий но принимая во внимание текущую ситуацию с пандемией на этот раз тематическая экспозиция она включает основополагающие документы и редкие исторические кадры будет подготовлена в электронном виде размещена на официальном сайте министерства иностранных дел России в интернете и на других ресурсах в частности в социальных сетях официальные аккаунты МИД России мы приглашаем всех желающих ознакомиться с выставкой мы дополнительно ее еще и анонсируем и теперь вопросы которые пришли к брифингу вопрос пришел от РИА Новости как бы вы могли прокомментировать призыв депутатов шведского Риксдага от партии Центра Лундгрен и ЭКО цитирую работать над возобновлением антироссийских санкций в парламентской ассамблеи сайта Европы ну призыв депутатов шведского Риксдага от партии Центра Лундгрен и ЭКО работать над возобновлением антироссийских санкций в парламентской ассамблеи сайта Европы Вызывает недоумение и сожаление. Это если говорить дипломатическим языком. А точный диагноз этому заявлению уже поставил наш постоянный представитель Европы, господин Салтановский, в частности в интервью РИА Новости от 10 апреля. Ссылку дадим в тексте сегодняшней стенограммы. Стремление некоторых политиков закрепить конфронтационную повестку дня в Страсбургской организации просто неприемлемо и, между прочим, еще и глупо. Особенно сегодня, потому что всем европейским государствам сегодня нужно просто сплотиться для преодоления вызовов, которые связаны с пандемией. Мы хотели бы также отметить, что упомянутые депутаты не являются, даже не являются членами шведской делегации в ПАСЭ. Вот Лунгрен потерял свой мандат еще в начале 2019 года, а у ЭКО его никогда и не было. Более того, партия Центра, получившая в Рексдаге менее 9% мест, в настоящее время вообще не имеет своих представителей в ассамблее. Напротив, члены шведской делегации, отправящиеся в СССР, демократической рабочей партии, в июне 2019 года в полном составе проголосовали за восстановление полномочий российских парламентариев. Все это, конечно, наводит на мысль об использовании упомянутыми товарищами двумя российской темы во внутреполитических целях, для привлечения к себе внимания средств массовой информации. Свою минуту славы они получили, но это такая антиминута славы. Что касается возможности возобновления в ПАСЭ санкций против России, я хотел бы напомнить, что согласно уставу, только комитет министров Совета Европы вправе ограничивать представительство государств-членов. Поэтому мы категорически против оспаривания в ПАСЭ прав национальных делегаций по политическим основаниям. Мы просто считаем это незаконным. Как известно, именно такие неправомерные решения Ассамблеи в отношении российской делегации в 2014-2015 годах привели к глубокому кризису самого Совета Европы и поставили под угрозу его общий европейский характер. После создания в феврале текущего года трехсторонний, а именно комитет министров, парламентской ассамблеи, генеральный секретарь, процедуры реагирования на грубые нарушения странами-членами их уставных обязательств ожидаем от ПАСЭ окончательного отказа от самоприсвоенных полномочий по ограничению прав делегации. Только таким образом регламент Ассамблеи будет приведен в полное соответствие с уставом Совета Европы, а также буквы и духом договоренностей Хельсинской министерской сессии комитета министров в мае 2019 года. Мы уже не раз подчеркивали, Россия готова участвовать в работе ПАСЭ исключительно на равноправной основе, а любые попытки ее дискриминации по политическим мотивам чреваты новым кризисом в Совете Европы струнно предсказуемым последствиям. В общем-то, из предыдущего кризиса всем было достаточно сложно выйти, и работа была проделана колоссальная, причем она затянулась на несколько лет. Зачем вновь эту структуру повергать в новый кризис, совершенно непонятно. Кстати, показательно, что 29 января Ассамблея, как и в июне 2019 года, с более чем двукратным перевесом приняла резолюцию, подтвердившую полномочия российских парламентариев в полном объеме. Большинство поправок, вброшенных русофобскими силами с целью включить в документ обвинение России в невыполнении обязательств перед Советом Европы, они были отклонены. Более того, руководитель российской делегации, заместитель представителя Государственной Думы нашей страны, эксперт Толстой, был избран вице-спикером ПАСЭ. Все это убедительно подтверждает, что за последний год в Страсбургской организации сложилось и сохраняется здравомыслящее большинство. Оно осознает необходимость диалога с нашей страной, не желает повторения в Совете Европы системного кризиса прошлых лет, не намерено идти на поводу у русофобского меньшинства. Нельзя не согласиться с генсекретарем Совета Европы Печинович Бурич. Она заявила в ходе выступления 10 апреля в ходе онлайн-форума законы о коронавирусе в рамках Петербургского международного юридического форума, что в условиях пандемии жизненно необходима солидарность между странами-членами организации. По ее словам, главным уроком Великой Победы на нацизмом 75-летия, которой она этой теме посвятила значительное внимание, стало достижение большего взаимопонимания и единства на европейском континенте путем продвижения сотрудничества и взаимопомощи для решения общих проблем. Ответственные представители государств-членов Совета Европы не должны забывать, что именно это является главной целью организации. И, собственно, это все юридически закреплено в статье 1 ее устава. Мы можем присоединиться и к прозвучавшему на упомянутом онлайн-форуме призыву заместили представителя Совета Безопасности Российской Федерации господин Медведева международному сообществу о необходимости в условиях пандемии в полной мере осознать ответственность за положение дел в мире, объединить усилия, отложить в сторону текущие политические разногласия, отказаться от санкционных и дискриминационных практик в международных отношениях. И мы теперь переходим к еще одному вопросу агентства Москва-Баку. Первый вопрос связан с дальнейшими шагами по Нагорно-Карабахскому регулированию. Он формулируется так. За последние дни дважды прошли телефонные переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой. В ходе переговоров обсуждались возможные дальнейшие шаги по НКУ с учетом предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Можно ли таким образом говорить о том, что сейчас работа по Нагорно-Карабахскому регулированию продолжается, несмотря на коронавирус, какие шаги в этом направлении и как скоро возможны. Действительно, несмотря на коронавирус, работа по НКУ продолжается. Были упомянуты в вопросе телефонные разговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана господином Медьяровым. Так вот, ранее, 8 апреля состоялся разговоры с армянским коллегой господином Мнацканяном. Рассматривали, в том числе, и вопросы, связанные с урегулированием. Регулярные контакты со сторонами поддерживают сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Россия, Франция, США, напомню. А также личный представитель, действующий представитель ОБСЕ, посол Каспаржик. В центре внимания продолжающейся серии консультаций находится тема коронавирусной инфекции, ее воздействия на переговорный процесс, а также некоторые вопросы Нагорно-Карабахского урегулирования. Обсуждается ситуация на границе линии соприкосновения. Более подробную информацию о посреднической активности сопредседателей можно подчеркнуть в их совместном заявлении от 19 марта размещено на сайте ОБСЕ. Второй вопрос этого же СМИ. Также телефонные разговоры Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой были посвящены борьбе с коронавирусной инфекцией. Как вы оцениваете эффективность сотрудничества в этом направлении? Какие меры предпринимаются? Какие вопросы требуют скорейшего разрешения? Действительно, вопросы координации усилий двух наших стран в противодействии новой коронавирусной инфекции и ее социально-экономическим последствиям в настоящее время являются важной темой двусторонней повестки. Между Россией и Азербайджаном налажено тесное взаимодействие в этой сфере. Тема несколько раз обсуждалась главами правительств двух стран господином Мишустином, господином Осадовым, министрами иностранных дел, соответственно, господином Лавровым, господином Мамедьяровым. В контакте находятся профильные ведомства России и Азербайджана. С начала марта текущего года российская сторона передала Азербайджану 120 наборов тест-систем. Они предполагаются для 12 тысяч исследований, для лабораторной диагностики вируса. Мы готовы и далее оказывать партнерам необходимую помощь. Москва и Баку плотно сотрудничают в вопросе возвращения на родину и граждан наших стран. Мы признательны азербайджанской стороне за содействие в этом вопросе. Усилия эти совместные, так что работаем. Есть у нас еще и видео вопрос. Если можно. Здравствуйте, Мария Владимировна. Владимир Костерев, ТАСС. На выходящей неделе сложилась сложная ситуация с лесными пожарами в районе Чернобыля на Украине. Огонь подходил практически вплотную к саркофагу Чернобыльской АЭС. По некоторой информации сейчас тоже продолжается тление древесины. Контактируем ли мы с Киевом по данному вопросу? Спасибо. Спасибо вам. Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами. Я уже упоминала эту тему сегодня. Речь идет о районе Чернобыль. На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия нам не поступало. В случае если украинские коллеги направят соответствующее обращение будем готовы его рассмотреть по традиционной дипломатической практике. И еще один вопрос с агентства 92 Ньюс Пакистан. Генеральный секретарь ООН так формулируется вопрос поддержал инициативу премьер-министра Пакистана по списанию долгов бедным и развивающимся странам в свете сложившейся непростой международной ситуации из-за пандемии. Как Россия оценивает подобные гуманитарные предложения? Проблема облегчения долгового времени в условиях пандемии коронавируса и общего ухудшения ситуации в мировой экономике безусловно находится в фокусе внимания ведущих международных объединений и финансовых организаций. И, соответственно, Россия, как их полноправный участник, также отслеживает это направление. 15 апреля в качестве одной из мер поддержки стран с низкими доходами группы 20 Парижский клуб одобрили инициативу о временном приостановлении выплат по обслуживанию долга этой категории государств перед всеми официальными двусторонними кредиторами. Решением о временной заморозке выплат по обслуживанию долга для запросивших льготу беднейших стран предусматривается использование сэкономленных средств на поддержку их социальной сферы и системы здравоохранения. Будучи стороной членом Международного валютного фонда, также приветствуем учрежденное фондом облегчения долгового времени для 25 стран, в рамках которых в течение следующих 6 месяцев беднейшим и наиболее уязвимым государством членам, так зафиксировано, будут представлены гранты для покрытия их долговых обязательств перед данным Международным финансовым инструментом институтом за счет донорских ресурсов. Кроме того, сегодня состоится заседание Комитета по развитию МВФ и Всемирного банка, в котором также примет участие представители России, ожидается, что будет рассмотрен призыв группе Всемирного банка изучить возможность заморозки выплат по обслуживанию долга беднейших стран. В этой связи полагаем, что реализация высказанной руководителя Пакистана инициатива оказала положительное воздействие на социально-экономическое положение в развивающихся государствах, в которых быстрое распространение новой коронавирусной инфекции накладывается на традиционно существующие экономические проблемы, прежде всего связанные с высоким уровнем закредитованности национальных экономик. Также мы получили вопрос от агентства Иран-РУ о российских оценках назначения нового премьер-министра Ирака. Вопрос очень объемный. Почему-то начинается с того, что Тегеран приветствовал назначение нового премьер-министра Ирака. Также речь идет о неких консервативных кругах Ирана, которые опасаются. Тут много всего сказано. Поэтому формулируется вопрос таким образом начнут ли американцы при новом премьер-министре свою анонсированную спецоперацию против шиитских проиранских сил в Ираке, чтобы минимизировать иранское влияние в этой стране и заодно остановить процесс вывода своих войск из Ирака, обезопасить свое присутствие в Сирии и иметь возможность повлиять на ситуацию в Афганистане. Мы выражаем надежду на стабилизацию внутриполитической обстановки в Ираке, которое должно способствовать скорейшее завершение процесса формирования нового национального правительства. Мы исходим из того, что с этой задачей успешно справится выдвинутый на пост премьер-министр Ирака Мустафа Казими, которого, по имеющейся информации, готовы поддержать большинство фракций иракского парламента, Совет представителей. Мы убеждены, что вопрос дальнейшего пребывания на иракской территории иностранных воинских контингентов, включая войск США, будут решаться сторонами на основе диалога при безусловном уважении суверенитета и целостности Ирака. Мы считаем неприемлемыми любые попытки использования иракской территории в качестве арены для сведения счетов между другими странами. И подобные действия, мы полагаем, противоречат международному праву, нарушают суверенитет Ирака, а также наносят ущерб его национальным интересам. На этом я прощаюсь с вами до следующего раза. И мне кажется, нам стоит всем теперь добавлять фразу «Желаю вам здоровья! Счастливо!»